Что же на самом деле нужно бегуну для комфортных тренировок круглый год? Я расскажу, что из вашего бегового гардероба пригодится вам и летом, и зимой. Здравствуйте, друзья! Меня зовут Евгений Глаголев, и я тренер по бегу с пятилетним опытом работы с людьми, бегающими асфальтовые, трейловые и горные забеги. Добро пожаловать на наш канал, где мы делимся советами и рекомендациями для бегунов всех уровней. И мы пройдем по всем сезонам и соберем набор одежды для каждого. Весной погода может быть переменчивой, поэтому важно быть готовым к различным условиям. Основной гардероб включает легкую водонепроницаемую куртку, например, ветровка Trail из тонкого нейлона с водонепроницаемостью 500 мм. Этого будет достаточно, если на тренировке вас застанет легкий дождь или даже снег. Также в гардеробе обязательно нужна дышащая футболка с длинным или коротким рукавом. Давайте возьмем с длинным, потому что на весну она более подходящая. Лучше всего отдавать предпочтение синтетическим материалам, так как они быстро сохнут и отводят влагу от кожи. Также вам понадобятся легкие беговые штаны, тайцы или шорты, которые не будут сковывать движения. Также не забудьте кепку или бандану для защиты головы от солнца и ветра. Не забудьте про тонкие перчатки, баф, которые можно использовать как для защиты рук, так и для защиты шеи и головы. Кепка с козырьком вообще универсальная вещь. Она защищает вас от солнца и от дождя. Когда весной идет дождь, то капли на лицо не попадают, и это значительно повышает степень вашего комфорта. В зависимости от погоды мы можем надевать куртку или нет. Если будет припекать солнце, то удачным решением будет совместить две футболки. Одну с длинным рукавом, а одну с коротким. Я так часто делаю на тренировках, потому что очень легко регулировать свою температуру. Лето. Летом бегать становится жарче, поэтому выбираем одежду, помогающую сохранять прохладу и предотвращающую перегрев. Идеальный гардероб включает легкую дышащую футболку или майку, возможно, даже ту, в которую вы бегали весной, беговые шорты, кепку или визор для защиты от солнца, а также солнцезащитные очки. Это обязательный атрибут для защиты глаз от ультрафиолета и насекомых, стремящихся попасть в глаза. Ткань футболки или майки уже может быть тоньше, чтобы создавать дополнительный комфорт. А на длительные тренировки можно брать питьевые системы, такие как пояс с флягами или рюкзак с гидратором, чтобы поддерживать водный баланс. Это особенно актуально в жаркую погоду, ведь так легко словить перегрев и обезвоживание. Осенью погода снова становится прохладнее и влажнее, поэтому важно иметь несколько слоев одежды. На нашу летнюю футболку мы уже можем накидывать ветровку ту самую, оставшуюся с весны, или поддевать под низ футболку с длинным рукавом базовым слоем. С понижением температуры снова достаем обычные или утепленные тайцы или беговые штаны, а также шапку и перчатки для холодных утренних пробежек. Зима. Зимой бегать сложнее из-за низких температур и возможного снега или льда, но это не значит, что нужно прекращать тренировки. Правильно одевшись, можно бегать совершенно спокойно и в лютые морозы. Только представьте себе, как люди где-нибудь в Якутске бегают при минус 40. Здесь мы уже используем во всю правило многослойности. Чем больше слоев, тем теплее. В базовом варианте это три слоя. Например, низ – это легкое или теплое термобелье. В данном случае у нас здесь легкое термобелье, но вы можете взять и теплее. Средний слой флиска. Вот такой вариант есть в нашем магазине. Или утепленная беговая куртка. Иногда удобно использовать и мембранды куртку, если на улице сильный ветер и снег, особенно когда с дождем. Главное выбрать куртку с высокими показателями паропроницаемости. Например, куртка минимум. Это трехслойная мембрана с показателями паропроницаемости 30 тысяч миллиметров. Снизу используем тайцы или беговые штаны с утеплителем, а в некоторых случаях и то, и другое. И обязательно не забудьте про теплую шапку, утепленные перчатки, варежки, а также баф. Не забываем и про носки. Я часто использую лыжные, потому что они выше и теплее, но часто до минус 10 бегаю в обычных носках и обычных летних кроссовках. Так как в Москве убирают снег и промокнуть можно разве только от растаявших реагентов. А нога при этом нагревается и у меня лично не мерзнет. Но если хотите дополнительного комфорта, то обувь с дополнительной защитой от влаги или утеплением создана как раз для этого. А также стоит подумать о кроссовках с хорошим сцеплением или использовать шипы для предотвращения скольжения на льду и снегу. На длительные забеги и зимой нужна вода. А чтобы она не замерзла, пояс с водой, вот такой, я обычно размещаю под свои слои одежды, что сохраняет ее теплой. Как видите, независимо от сезона есть несколько вещей, которые всегда полезны. Футболка с длинным или коротким рукавом, кроссовки с хорошим сцеплением, кепка, рюкзак или пояс для гидротации. Вот и все основные элементы гардероба и снаряжения, которые помогут вам комфортно бегать круглый год. Надеюсь, эти советы были полезны для вас. Если остались вопросы или хотите поделиться своими рекомендациями, оставляйте комментарии под этим видео. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и следите за новыми видео. Желаю вам удачи в тренировках и новых спортивных достижений. До новых встреч и бегайте с удовольствием! Субтитры подогнал «Симон»!